Обещаем, что не зря. Школу открывайте. Вы о нас еще не раз из газет узнаете. Юные жители гусарской баллады не просто идут в первый раз в первый класс. 1 сентября в густонаселенном жилом комплексе произошло историческое событие. Открылась долгожданная школа. Это должно было случиться много лет назад. Но застройщик не выполнил социальных обязательств. Поэтому школьникам приходилось ездить в разные школы округа. Образовательный центр, который мы назвали именем нашего великого полководца Багратион, стал самым большим в Подмосковье и третьим по величине в России. Современные цифровые лаборатории оснащены по последнему слову техники. Мастерские, концертные и спортивные залы в ожидании учащихся. А главное – набрана сильная команда педагогов. Открытие школы в гусарской балладе именно сейчас очень символично. Ведь 2023 объявлен в России годом педагога и наставника, подчеркнул депутат Государственной Думы, заслуженный артист России Денис Майданов. Теперь осталось лишь дело за малым – дать первый звонок. Выше руку! Выше руку! Не менее торжественно начался учебный год и в Одинцовской гимназии номер 14. Здесь в первый класс пошли 159 детей. Я хотел поздравить вас еще раз с Днем Знаний. Педагогам нашему замечательному коллективу 14-й гимназии я хочу пожелать успешного нового учебного года. Родителям хотел бы пожелать, прежде всего, терпения и, конечно, радости и гордости за победы и достижения ваших детей. Для Елены Федорова этот день особенно волнительный. Собрать двоих детей в школу – задача непростая. Особенно, если один идет в 11 класс, а другой – в первый. Действительно, для нашей семьи очень волнительный момент. И стены этой школы, можно назвать родные, это совершенно без пафоса, потому что и старший сын третий, он тоже заканчивал эту школу. Поводов для радости у гимназистов и их родителей сразу несколько. Это не только начало учебного года, но и окончание строительства новой пристройки к старому зданию гимназии. Благодаря ей второй смены здесь больше не будет. Это будет здорово. Будет здорово. И действительно, это замечательно, что наконец-то построили. То есть с третьим ребенком мы этого дождались. Первые звонки прозвенели во всех школах Одинцовского округа. В этом году за парты сели более 6 тысяч первоклассников. Учиться им будет комфортно. Для этого созданы все условия. А родители-педагоги надеются – это обязательно должно отразиться на их успеваемости. Карина Яряшева, Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.